с вами мальк и мы продолжаем с вами изучение арабского языка не забывайте подписываться ставить лайки распространять и у нас с вами следующая тема аль мауду аурваби ашар то есть четырнадцатая тема здесь небольшое этот урок мы возьмем также и 15 сегодня дальше тема урока здесь харфу да и слова которые здесь предлагают в них есть эта буква знакомый нам глагол да 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 заба идти уходить может быть да то есть глагол очень часто используется да да на реку и ляль мактеба ти или и ляль мактеба да да пошел на реку на лик имя мужское малик пошел или часто глагол города так как он используется пошел куда-то используется с предлогом или бывают и другие предлоги но чаще всего или вы услышите вы видите да 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 на реку и ляль мактеба ти налик пошел в библиотеку мактеба нас там работы на конце это библиотека поэтому малик пошел в библиотеку будет таким образом конечно можно такое предложение сделать и именно им например на реку дата или ничего при этом не будет изменяться потому что здесь спряжение глагола в единственном числе и поэтому никаких там особых изменений мы не видим если бы это было во множеством или твойственном то конечно здесь был бы уже немножко глагол с изменениями и так следующий глагол это глагол охлада охлада это брать на здесь мы видим глагол имеет в окончании эту букву за аль в первом дахаба в начале ну и там и там мы видим что буквы за не соединяется с последующей буквой пишется всегда на строчке ахада абдуллахи сахи фэта ахада абдуллахи ахада абдуллахи сахи фэта ас-сахи фэта это газета абдуллах имя-то состоит из двух слов абдуллах взял газету ахада абдуллахи сахи фэта то есть что он взял газету газета здесь прямое дополнение поэтому мы видим в окончании у нас далее у вас идет сура та которую вы можете почитать отдельно посмотреть слова знакомые буквы как пишется так далее вот и разобрать прописать буквы у вас предлагают потом прочитать и прописать эти слова тоже читайте прописуйте далее вы в этом упражнении ищите в словах буквы дали подчеркиваете ее одной чертой и буквы за и подчеркивайте ее двумя чертами дамы если посмотрим например буква дали пишется всегда на строчке за да уже опускается ниже строчки такой как разница у них ну и в произношении как конечно и в этом упражнении у вас нужно поставить буквы в правильном порядке чтобы у вас получился получилось слово да или слова так как несколько здесь первое второе третье четвертый пятый и записывайте себе да посмотрите какие-то слова перейдем к следующему уроку по книжке это аль-молбуль хламиси ашар то есть пятнадцатая тема и здесь харфу кэф опять же будут встречаться слова с этой буквы первое слово катаба это глагол катаба писать мы видим букву кав вначале пишите таким образом кав у нас всегда тоже пишется на строчке катаба али юнир висалята катаба али юнир висалята здесь у нас катаба писать да или написал это глагол в прошедшем времени здесь али юн имя али и у нас идет риса ли это письмо то есть он написал определенное какое-то письмо так как у нас в этом в этом слове идет тангин да то есть по сути али юн это бама и и второе у нас считается как ну для али ю здесь я будет баммай и нун с укуном и следующее слово начинается у нас хамзат росы мы не читаем для мы тоже не читаем так как следующее на солнечная буква эту тему мы с вами разбирали и получается что мы читаем с удвоенный ра на то есть у нас удвоение ра по сути раз с укуном до а удвоение это что сайкин и огласованы таким образом у нас встречается вот это раз с укуном и нун с укуном в этом случае у нас арабы такое ужасное сочетание для них до 2 с укуном поэтому что-то происходит и что здесь происходит вот этот тангин который у нас вот так выглядит ну который мы произносим как ну обычно будет приобретать косру поэтому мы будем читать вот то что обычно с укуном здесь с кастрой до али юни ли салята да то есть вот это что было вам понятно откуда берется кастров произношение к это да али юни ли салята то есть али написал письмо вот идем дальше следующее предложение или следующее слово это мактаб мактаб это может быть как офис может быть как письменный стол да и в принципе у нас например офис может в принципе договориться про какое-то место рабочее место где работают где пишут поэтому письменный стол и офису такие значения у этого слова мактабу то baby мактабу то baby то есть это вопрос уже да то есть можем его и не перевести это ну скажем стол врача или кабинет врача это кабинет врача здесь по рисунку как бы не очень понятно про что ну похоже вроде как наверно стол скорее ну или в общем то есть место врача где он работает то есть это может быть как как это кабинет врача мы видим здесь и бафа мактабу идет мудах от пабиби мудах или следующее и в этом слове да у нас буква каф в середине встретилась это ее написание в середине опять же на строчке следующее слово ассамак ассамак то есть рыба ассамак рыба тэнэ вальту тэнэ вальту сэмаке тэнэ вальту это у нас принимать что-то внутрь то есть как бы кушать да то есть я съел можно сказать рыбу я съел рыбу тэнэ вальту сэмаке я съел я рыбу здесь буква каф уже в окончании мы видим ее форму и здесь как будто в такая маленькая к внутри четвертое это вальту к валид это отец вальту к твой отец здесь в окончании след на место миника твой твой отец эйна вальту к эйна это вопросительное слово где где твой отец эйна вальту к где твой отец и вопросительный знак в конце мы видим такую форму то есть вот эти слова далее у вас тоже предлагается из аяты на определенный ряд которую вам прочитать посмотреть изучить буквы какие есть до знакомые не знакомые да там по правилам чтения это уже конечно в тадживиде поэтому там где аяты вы просто сними согласно того уровня который вы имеете на данный момент изучаете вход в таком формате далее буква каф мы видим разные формы начале середине в окончании если есть соединение в окончании если нету соединения например если без не буква да или за или далее далее у нас идут слова вы их прочитывайте прописывайте до находите возможно знакомые слова или переводите да не буду сегодня обращать внимание особо на перевод этих слов если что-то вас заинтересует и или будут по ним вопросы вы можете их задать на вот единственное слово которое возможно новое и на него следует обратить внимание это кислян то есть ленивый на кислян остальное в принципе или она уже была или как сейчас новом пока мести не нужно на этом наш урок подошел к концу обратите внимание да то есть у нас еще грамматических моментов уже не так много на которые я хотела в этом курсе да потому что это курс для начинающих здесь мы на основе той грамматической базы которую я вам дала и возможно еще какие-то правила будут набираем лексический материал чтобы когда вы перейдете к изучению следующей книги она уже будет значительно шире или объем не да если например это будет из этой серии или серии книга на наху или табир или еще там какие есть книги то есть там и грамматики больше и лексики больше и чтобы не было вот этот напор лексических единиц у вас одним как бы таким бы ливнем на вас не не спустился поэтому обратите внимание да на вот эти лексические обороты и слова сопряжение глаголов и бафа да то что есть на этом подошел наш урок концу благодарю что вы были со мной джаза кумаллаху хайран субхана каллаху мау би хамди кашхаду аля аляхи лэхи 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 астахвирху атаку алейк ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху